Ту же форму, прибор выделяет именно такую форму, мгновенно, да, именно форму вечности. Вот так же Бог создал человека, такая же форма в каждой клетке. Поэтому работа человека с прибором, она очень такая естественная, очень гармоничная. Гармоничная в плане вот именно изначальной естественности, однотипности тех полевых характеристик, которые заложены и в клетке, и в приборе, да? So, because inside of the cell and inside of the device, there are the same characteristics. When a person works with a device, healing starts happening, or goal of the control is achieved, because the same, the lights of the same nature, the energy of the same nature gets synchronized, and they empower each other, or let's say, device empowers the person, not other way around. Вот прибор, имеющий индивидуальные настройки, он вполне естественно просто, мгновенно и сразу решает эту задачу. Какое должно быть излучение в вашей клетке, чтобы клетка была вечной? So, when you have a device, which is individually tuned for you, then a device identifies that structure of norm, which you need to achieve your goal for healing, for example. прибор так создан, что у него вот оптические системы, линзы, на внешней поверхности, и внутри большая линза. So, the device is built in such a way that lenses are on the external part of the device and internal part of the device. И вот между этими оптическими системами, между линзами, в них происходит фокусировка света, переизлучение света. So, in between these parts of the device, internal lenses and external lenses, there are structures of light exist. Так же электромагнитное поле, действие электромагнитного поля. Вот импульс, да, световой, создает магнитное поле. Поле магнитное обконфигурирует импульсы тоже создает световые. Well, let's say, электромагнитное поле, which is based inside of the device, also creates that kind of electromagnetic field. Электромагнитное поле увеличивает именно вот эту интенсивность вечного поля вечности. И поэтому сразу же, ну, как только человек проходит тестирование прибора, он сразу же чувствует именно вот это поле материи вечной жизни. И тогда у человека возникают такие характеристики, которые соответствуют его вечной, счастливой жизни, долгожительству. So then the person starts developing those kind of technologies, results of the technology, which leads to healing, to longevity, etc. При работе с прибором есть свидетельство о том, что люди чувствовали уменьшение веса по типу левитации, ощущали лёгкость. So, in fact, people through practicing these technologies have experienced all sorts of above human abilities, like levitation, like through feeling extreme less weight, and so on. Если были какие-то вопросы по здоровью, то люди чувствуют приток тепла в это место. И это критерий того, что идёт восстановление. Материя, клетка, своё свечение первозданное восстанавливает, и человек восстанавливается. So, also, with regards to healing, as the cell gets healing of her own body, then there could be some signs of pain or whatever, but this is only a result or sign of healing. На уровне физических законов, в квантовом, механическом уровне, происходит понятные вещи. Усиление структуры вещества в сторону вечности. При работе с прибором усиливается вещество в направлении вечности. When you work with the device, the matter of eternity intensifies and directed to the eternity. Вот это сейчас, пожалуйста, отслеживайте. Например, какие-то органы или системы вы хотите восстановить. Вот в них вы видите изначальная вечность. Вот вечность – полевая характеристика, которую прибор генерирует. Когда, на как это наложение происходит и как происходит раскрытие первозданной вечности. Свет раскрывается внутри физического тела. Также он одновременно и в событиях раскрывается. То есть, например, если у вас есть органы, какие-то органы, какие-то органы вы хотите восстановить. Продолжение следует, чтобы интересны под который вы видите, что ли вы видите через ваша организация. то есть при работе с прибором мы видим у нас развиваются управляющие сновидения и нам понятен механизм как вообще когда мы работаем с шефом почему как у него происходит исцеление например нормирование событий ведь у нас в основе технологии видеть бога видеть так как действует бог когда мы образ человека видим в свете бога мы начинаем смотреть как идет в свете бога восстановление когда мы по исцелению например работаем то вот механизм как бы он нам понятен то вот механизм как бы он нам понятен когда мы говорим о усилении вещества в направлении вечности мы видим что меняются характеристики вещества которые свойственны веществу то есть упругость материала пластичность материала становится более устойчивой то есть о том чтобы текущие мы говорим про интенсивный насилие насилия 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 насилие 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 насилия насилия насилие и их характеристики от eternity интенсифицированы. ...заложенная структура вечности. Таким образом, меняется вся структура мира и физическое тело от человека, и от человека события, и то, что те элементы физической реальности, которые попадают в это поле, оно по три метра очень интенсивное, там до тысячи метров усиление, когда делаем с сознанием. ...and this intensification, of course, can be observed on a physical level. For example, if you have physical device and three meters in radius, you can feel and see the light, how it is, like, it has a protecting properties, and also with the radius of thousand meters, there is another level of protection, etc. Ну, когда включается прибор, люди начинают чувствовать сразу же эту структуру вечности. ...when the device is on, people can already feel the structures of eternity. ...to есть структуру света, которую генерирует прибор. ...the structure of the light, which is created by the device. Эту структуру света можно конкретно, совершенно выделить, изучить ее характеристики. ...this light of the structure of the light, you can examine, you can learn its characteristics. Выделяется же конкретная форма, изучить, которая генерирует, да, это поле, изучить характеристики уже самой формы. ...so, because the shape is defined, so you can learn the characteristics of this shape. ...и можно использовать как корпусулярную модель частицы. Вот свет, который генерирует прибор, ну, свет, а он же, это же свет, частица света, но это одновременная волна. То есть мы можем использовать эту материю, которую генерирует прибор, и как частицу, и как волну. ...so this matter, which is created by the devices, can be used as a particle or as a wave. ...и видно, как вот у нас мышление уже, мы же все это воспринимаем, да, мы же воспринимаем структуру вечности в мышлении, когда с прибором работаем, мы все это стараемся воспринимать. И вот это излучение мысли нашей попадает в структуру организма. ...so, because we hear everything, what is said, we are imagining in our imagination, then obviously we can use it in our control structure straight away. ... ... ... ... When we work with a device, we can see more, we can definitely perceive some future events, we can see future happy events. ... ... ... ... ... ... ... уже такого мышления, да, которое тоже является светом, мы можем влиять как на вещество организма, если рассматривать свет как волну на микроуровне, да, вот организм, и там вот микроуровень, когда мы идем, дель, когда доходим до вот этой вечности, поняла, да, в этой клетке, это же вот волновая, световая характеристика. So, when we talk about light or wave characteristics, we can, we're talking about when you reach the area of area of realization with the wave, and then you have the light coming back to you like a wave. получается, мы уже с вами вот начинаем так мыслить категориями вот такого света. This means we start thinking with the categories of this kind of light. of this kind. We'll be right back.